Друзья, всем привет! На связи Катя Математичка. И вот буквально на днях у нас вышли методические рекомендации от FIPI по базовому и профильному экзамену. И давайте посмотрим, что на основе проверки работ нам выкатили наши дорогие разработчики экзамена. На самом деле, это большой документ. В целом, вы можете с ним тоже ознакомиться. Очень будет полезно. Но так как там очень много букв и непонятно с чего начинать, я собрала для вас все самое интересное. Давайте посмотрим. Первое, что самое важное, фраза, которая бросилась мне в глаза, такая. Низкие результаты выпускников, которые получили неудовлетворительную оценку, то есть дали на два, связаны со слабым освоением программы начальной основной школы, вычислительными навыками, слабые, да, слабые вычислительные навыки, недостаточно навыков смыслового чтения, неумения пользоваться алгоритмом решения задач. О чем это говорит? Ну, то, о чем я все время трублю просто и на своих программах, и здесь. Первая, самая основная ошибка – это вычисление яда. То есть, если вы хотите сдать базовую математику, вам нужно научиться вычислять. Это действительно очень важно, потому что вы можете грамотно решить задачу, но не суметь ее правильно вычислить и получить неправильный ответ. Смысловое чтение. О чем это здесь говорят? О том, что порой ученики неправильно читают вопросы, не понимают, на какой вопрос они отвечают. Прочитать задачу для себя раз пять – секрет успеха, друзья. Ну и, конечно же, неумение пользоваться алгоритмом решения задач, но его надо знать, да, для того, чтобы им пользоваться, его надо знать, и на своих курсах я действительно даю эти самые алгоритмы решения задач. Вот очень важная такая фраза. Пробежимся по вообще процентам сдачи всей этой красоты, да, то есть у нас каждый год по каждому заданию есть сколько процентов ребят выполнило это задание. На самом деле, я составила сводную таблицу, она есть у меня в телеграм-канале, и 50 на 50, вот некоторые задания упали, некоторые задания повысились, ну, в целом, каждый год такое происходит. Давайте посмотрим, где происходит наибольшее лажа. Наибольшее лажа происходит в задании 11, 12, 13. Это все геометрия. Задание 11 выполнит 40% выпускников, 12, 58, 13, 59. Это очень маленький процент. То есть задание на геометрию выполняет просто вот столичка на самом деле. Задание 16, это как раз-таки задание на вычисление, на преобразование выражений, 62%. 62% звучит хорошо, но на самом-то деле, если мы обратную сторону посмотрим, 38% не сделали, это, казалось бы, легчайшее задание, друзья. Дальше мы идем с вами. Задание номер 18. Это неравенство, да, решение неравенств или решение каких-то задач напрямой. 28% выпускников справилось с этим заданием, хотя это задание действительно можно для себя тоже алгоритмизировать. Можно над ним подумать не с точки зрения неравенств даже. Да, я очень часто показываю эту историю, будем с вами учиться это делать. Задание 19, задание на делимость. Меня приятно удивило, потому что его сделало 46%. На самом деле, 46% мало, конечно же, но 46% для 19 номера это хорошо. Я искренне надеюсь, что я и мои ученики повлияли на этот процент в этом году, потому что я вот прям заставляю сидеть над этим заданием. Здесь нужно знать всего лишь признаки делимости, и все, и больше ничего не нужно. 20 номер, текстовые задачи выполняют 29%, то есть очень мало, ну и 21 задача, задача на логику 30%. То есть на самом деле, ребята, смотрите, вот для тех, кому нужна пятерка, да, есть прям, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь заданий, которые выполняются очень мало. И если семь заданий вот эти вы не выполните, то у вас уже пятерка тю-тю пропала, поэтому к этим заданиям нужно быть особенно готовыми вся геометрия и все вот эти вот последние четыре задания, которые являются ежегодно сложными для выпускников. Ну что, давайте почитаем, что они говорят про каждое задание. Вот, например, стереометрия. Почему ее не сделали? Сложность при решении задачи возникла из формализации условия практической ситуации до применения известных формул нахождения объема тела, а также из-за непонимания физического смысла нахождения объема тела при подружении ее в воду. На самом деле, все просто. Я вам, как человек, который готовит ребятки ЕГЭ, что хочу сказать? Почему они решили эту задачу? Потому что они ни разу глаза не видели. Просто не видели. Вот я честно помню все баллы, которые присылали мне мои выпускники в прошлом году, и все их отзывы. Ни один не говорил про эту задачу, да? То есть многие говорили, что не получилось там текстовый решить 21-ю. Бывает такое, да, у кого там было 20 баллов из 21-го. Это действительно такой шанс один на миллион. Но вот здесь никто не сливался на эту задачу. Все потому, что они ее видели. И здесь еще важная история. Все задания берутся из банка ФИП. Абсолютно все. То есть вы должны были, выпускники прошлого года, вы меня, наверное, уже здесь не слышите, но ладно. Они должны были эту задачу увидеть и понять алгоритмы ее решения и применить. Вот и все. То есть, ребят, меньше 40% готовятся, реально готовятся и сдают классно базовую математику. Но по планиметрии что тут написано? Низкое выполняемое задание свидетельствует о несформированности умений решать планиметрические задачи. Ну, здравствуйте, правда, что ли? Не умеют выпускники решать планиметрические задачи, да? А то мы не поняли, какой классный вывод. Ну и, соответственно, неравенства, да? У нас были либо логарифмические неравенства у кого-то в вариантах, либо смешанные неравенства, где дробно-рациональные, показательные, логарифмические. Соответственно, этого, ну, не выполняем, собусловно, несформированность умений решать базовые неравенства. Ну, тоже, как бы, да, такие рекомендации сами себе оставьте куда-нибудь. В общем, самое важное, да, вот что они рекомендуют учителям, ну и, соответственно, я порекомендую вам сделать. Обратите особое внимание на усиление системности и систематичности изучения учебного материала, что может быть достигнуто в результате постепенного накопления знаний. Решать сборники, вот об этом, кстати, еще я тоже поговорил, здесь прямо есть про это конкретная фраза, да? Решать сборники не равно готовиться системно. Решать просто в рандоме задачи в банке ФИПИ не равно готовиться системно. То есть нужно потихонечку. Изучили самую маленькую тему, расширили, 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 и параллельно изучаете в таком формате несколько тем идете от простого к сложному. По-другому не получится. Соответственно, необходимо применять различные виды контроля знаний на уроках, что тоже мы делаем у себя, собственно, в программах, да? Это домашки, это, соответственно, пробники, которые мы пишем периодически тоже. Это, соответственно, всякие дополнительные, да, тоже вопросы, которые мы задаем. Это все обязательно нужно делать повторение, да, уроки попугая, которые мы тоже организовываем. В работе с обучающимися уделять особое внимание психологическую составляющую подготовки к экзамену, а также контролю времени за выполнение вот этой математики, да? То есть многие ребята, которые задают базовую математику, просто не вывозят, у меня аж планшет сел, не вывозят три часа, да, и просто уходят раньше времени. То есть вот посадить себя и заставить себя три часа работать над пробником – это важно. Что еще рекомендует ФИПИ? Не надо решать пробники каждый раз. То есть вот там прям есть вот эта фраза, я прям ее в Телеграм-канал тоже, мне кажется, выложу. Решать сборники не равно готовиться к экзамену. То есть это вообще, это самое, они написали, это самая плохая подготовка. Вот прям так и написано, только умными словами. Почему? Ну потому что это правда. Во-первых, в сборниках есть не все задания банка ФИПИ, то есть это просто тренировки. Во-вторых, не надо каждую неделю решать варианты. Решать вариант полноценный достаточно, именно вот пробник, да, раз в месяц. Именно полноценный. Посадить себя на три часа, не давать себе выходить, да, ну может быть два часа хотя бы, да, чтобы так много времени тратить. Не давать себе выходить, проверить каждую задачу, посмотреть, чего ты стоишь на данный момент – это очень важно. Короче, ребята, вот такие вот результаты в этом году. Напишите в комментариях, чего-кого, понравились вам результаты, не понравились, понравились вам рекомендации ФИПИ, не понравились. Я, как только выходят разные новости, снимаю для вас вот такой вот интересный и полезный контент. С вами была Катя Математичка. До встречи на следующих видосах.